Уважаемые коллеги, мы выслушали все доклады, ответы на вопросы, выступления и должны сказать, что наша фракция, три проекта бюджета, к сожалению, поддержать не может. По следующим причинам. Рассматриваем пенсионный фонд. В 2022 году страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,6%. Об этом сейчас говорили и, полагаю, стоит повторить. И в целом это даст повышение порядка 984 рубля. С этой трибуны сегодня уже звучало, что пенсии в следующем году будут повышены на 1000 рублей. Коллеги, стыдно. Потому что при том существующем росте цен, говорить людям, нам с вами сейчас разъезжаться по регионам, о повышении пенсии на 1000 рублей, полагаю, что это не то, что люди от нас ждут. И более того, та индексация, которая предусмотрена, она ниже, чем реальный уровень инфляции, который сейчас уже заявлен на уровне 7,4%. То есть у нас с вами пенсии неработающим пенсионерам не будут догонять, собственно говоря, рост цен. Индекс потребительских цен на период с 22 по 24 года в документах определен на уровне 104%. Когда что-то звучит в процентах, все выглядит как-то хорошо. Вроде повысили, там 104%, некое там какое-то перевыполнение. Но смотрите, когда мы с вами смотрим прожиточный минимум пенсионера, 22 год – 10 277 рублей. 23 год – 11 293 рубля. Да, есть парадные реляции у нас о том, что в 2020 году это было 9 300, а в 2021 – аж целых 10 022 рубля. Ну, разве это нормально? Разве это допустимо вообще? И несмотря на всю предусмотренную индексацию, я повторюсь, что более того, что они не повышаются у нас относительно цен, так они еще и понижаются относительно самих себя к прожиточному минимуму. В 2022 году это 180, чуть больше 180 процентов. И в 2024 году уже 169. То есть у нас с вами график будет выглядеть не очень хорошо. При этом у нас, значит, в стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года указывается цель и задача об обеспечении среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5-3 прожиточных минимума пенсионеров. Мы считаем, партия «Новые люди» о том, что пенсионное обеспечение как минимум не должно быть, не должно индексироваться ниже уровня инфляции. Это принципиально. И все-таки мы еще раз предлагаем вернуться, и здесь думские фракции все свидетели о том, что неоднократно звучало об индексации пенсии работающим пенсионерам, и это было озвучено всеми вами и на встрече с президентом Российской Федерации, но как бы ВОЗ и ныне там люди вопрошают. Ну и коллеги здесь говорили о заморозке накопительной части пенсии, тоже с этим вопросом надо что-то решать. Что касается фонда УМС, расходы на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, мы как партия, которая последовательно отстаивает интересы регионов, предлагаем передать из регионов на федеральный уровень. Это предложение звучало, мы его поддерживаем, готовы все вместе с вами над этим вопросом работать, потому что если в 2020 году расходы регионов это 743 миллиарда рублей, в 2022 уже больше 800 миллиардов рублей, это деньги, которые реально могут регионы направить на свое развитие и на решение своих неотложных нужд. Когда нам говорят денег нет, денег нет, мы с удивлением читаем о том, что вот последний аудит счетной палаты выявил, что на компенсацию регионам выпадающих доходов в связи с коронавирусной инфекцией, с пандемией в 2020 году было выделено 280 миллиардов рублей, и из них 17% не тем регионам, которые реально в этом нуждались. А 24 региона получили компенсацию в размере в два раза больше, чем ожидалось. То есть так ли нормально мы считаем деньги, которые мы направляем на поддержку регионов? Мы всегда за поддержку регионов, но все-таки должен быть порядок в деньгах, и если мы будем так расточительно к этому относиться, нам никогда ничего не хватит. Ну и надо отметить, что по целому ряду важных направлений расходования средств, их объемы планируются при составлении бюджета фонда, но не отражаются в тексте федерального закона. И ни в его приложениях их тоже нет, поэтому в целях повышения прозрачности ассигнований, осуществляемых из нормированного страхового запаса бюджета, необходимо все-таки указывать их объемы в тексте федерального закона. Что касается фонда социального страхования, то уменьшение прогнозируемых доходов бюджета за счет средств федерального бюджета в 2022 году по сравнению с фактически поступившими доходами за 8 месяцев 2021 года, за 8 месяцев 2021 года. Обусловлено тем, что в законопроекте бюджетных ассигнований в 2022 году вообще не предусматривается. Коллеги тоже обращали на это внимание, это субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку трудоустройства безработных граждан, на социальные выплаты отдельным категориям граждан в условиях пандемии, в том числе говорили о людях, работающих в красной зоне, на обеспечение сбалансированности бюджета фонда социального страхования. Если в 2020 году бюджет был исполнен с дефицитом в 35 миллиардов рублей, то надо полагать, что сохраняющаяся ситуация приведет к значительному росту нагрузки на фонд социального страхования из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а также увеличить смертность людей, к сожалению, старшего возраста из-за трудовой нагрузки. Но чтобы сохранить риски, которые могут возникнуть в следующем году из-за возможного дефицита средств, новые люди предлагают Министерству финансов все-таки рассмотреть вопрос о выделении фонду социального страхования дополнительных федеральных средств, которые позволили бы обеспечить выплаты по временной нетрудоспособности и пересмотреть оценку возможных расходов фонда. Нужно сказать, что и снова здесь индексация социальных выплат и государственных пособий на фактический индекс потребительских цен за предыдущий год ежегодно с 1 февраля составлена на уровне опять 5,8%. И, конечно, снова мы говорим о том, что реальные уже сейчас зафиксированы это 7,4%. И таким образом, опять же, необходимо предусмотреть дополнительные средства на индексацию всех тех социальных расходов, которые заложены в бюджете фонда. Поэтому, повторюсь, при наличии вот таких очень серьезных проблем уже в представленных законопроектах, наша фракция эти три бюджета, к сожалению, поддержать не может. Спасибо. 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 Спасибо.